Первое и главное, что нужно знать, медицинские организации будут готовы оказать помощь пациентам в каждые из выходных дней. Речь идет о неотложной и экстренной помощи, а также об отдельных структурных подразделениях клиник и больниц региона. В штатном режиме медицинские организации будут работать 3 и 6 января. Все неотложные службы, все колл-центры, диагностические службы необходимые, дежурные врачи будут воспринимать ежедневно, вне зависимости от дня недели, даты на календаре, праздника и канику. Новогодние выходные, как и весь зимний период, характеризуют бытовой и уличный травматизм. В первую очередь это последствия гололедицы. Предохранить себя от падения можно. Врачи советуют носить обувь на низком каблуке с рельефной подошвой. Если падения не избежать, то можно хотя бы минимизировать ущерб. Главное – уметь правильно упасть. Если вы падаете на спину, надо сгруппироваться и постараться все-таки упасть не на спину, а на бок. Если падение идет вперед, вы вытягиваете, как всегда у нас вытягиваются руки, но постарайтесь упасть не на кисть, а на предплечье. Так вы спасете себя от перелома лучевой кости. Также медики предупреждают об опасности катания с горки на санках и ватрушках, особенно в непредназначенных для этого местах. К сожалению, несчастные случаи на горках происходят каждую зиму. Такие травмы могут привести даже к инвалидности. Вторая распространенная причина обращения ко врачу в новогодние выходные – это отравление, в основном алкоголем. Медики советуют проводить любые, в том числе новогодние праздники, без употребления спиртного. Для этого больше проводите времени в дружеском и семейном общении, например, за настольными играми или на свежем воздухе. Погода в новогоднюю ночь обещает быть теплой – около нуля градусов без осадков. Спиртное ухудшает работу мозга и наносит удар по печени. Это всем известно. Вдобавок алкоголь негативно влияет на сон и вызывает отечность. Злоупотребляя горячительными напитками, вы рискуете своим здоровьем, теряете природную привлекательность и энергию. Кроме того, спиртное вызывает аппетит и приводит к перееданию, которое само по себе представляет опасность для любителей посидеть за праздничным столом. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.